Всех приветствую на моем канале. Как вы видите, в кадре очень большая орхидея. По названию вы уже поняли, что это Браслелия Катлея Йонг Конг. Она у меня с июля 2018 года и вот уже сейчас, в середине февраля 2021 года. То есть практически 2,5 года прошло, как она у меня. И вот сейчас уже это растение, конечно, полноценно, оно хорошо укоренилось. Оно выдало уже не одну такую вот довольно крупную бульбу. Я сейчас возьму в руки и покажу вам. К сожалению, вот она высунулась вместе с поддоном. Постараюсь его чуть позднее снять. Посмотрим на корни у дна горшка. Смотрите, какие бульбы повырастали уже в моих условиях. Видно, что они даже рослее тех, с которыми она ко мне приехала. Здесь есть место среза. И в предыдущих видеороликах я показывала, почему я сделала здесь срез. Видимо, с окна дуло. Она стоит у створки окна. Была политая. Дул холодный ветер. Пошла какая-то проблема. При зоме я резала. Резала и обрабатывала фунгицидом. После чего вроде бы проблема была решена. Но я так надеюсь. А потом я уже позднее обнаружила, что она дала, считается, вот с задней части резомы, дала две почки. То есть они проснулись и стали расти. Но растут крайне медленно. Во всяком случае, пока что. Почему я еще решила ее пересадить? Потому что она выбралась из горшка. Смотрите, можно видеть, да, как она выросла. Я всячески, вот, когда у нее рос этот рост, сдерживала рост корней в горшок с помощью вот таких пластиковых обрезок. Оставляла и направляла корни в горшок. Но теперь уже, как мы видим, это сделать вообще невозможно. И сейчас как раз удачный момент, чтобы эти корни росли уже в новой субстрате. Растение укоренялось непосредственно в новом грунте, в новом горшке. Корней великое множество за два с половиной года. Как я уже сказала, она хорошо укоренилась. Но поскольку я удалила здесь какое-то количество бульб, часть корней, конечно, здесь попросту остались не нужны. Может быть, они вот и попропадали. Потому что они прилегали как раз к задним бульбам. Ну, в общем-то, сейчас у нас везде есть рост корней. Даже вот, казалось бы, вот у этих корешков, которые на дне повылезали, тоже проклюнулись новые росты. В общем, удачное время. И тут с этой стороны горшка очень много корешков. Поливаю я ее чаще всего методом пролива. Вода стекает вот сюда в поддон. И растение ее выпивает, поскольку корней мы видим полный горшок у нас. Так, и стояла она у меня вот в таком стеклянном кашпо, в свою очередь. Потому что она тяжелая. Естественно, может упасть в таком пластиковом горшке. Но мне нравится растить мои орхидеи в пластике. Хотя у меня есть кое-кто в глине, но это единичные такие вот экземпляры. Массово как-то я еще не пришла к выращиванию в глине. Ну, во всяком случае, мне в моих условиях довольно хорошо растить именно вот в пластике. Хочу вам показать корни еще с другого ракурса. Я не знаю даже, чем я заслужила такой початок корней. Редко у кого-то встретишь вот такой буйный рост корней. Я даже не припомню, чтобы вот она так охотно давала корни в прошлые ее какие-то росты, честно. Когда увидела этот пучок, думаю, ну раз такое желание укореняться, тогда мы тебя пересадим. Хотя вроде бы это не входило в мои планы. Думала, может, как-то покручу новый рост, если все-таки он отсюда пойдет. Думаю, еще когда корней этих не было, я так считала, думаю, поверну ее относительно свет, и она как-то вот вновь пойдет расти в горшок. Но когда вот здесь наметился такой вот солнечный всплеск новых корней, то, конечно же, я сразу задумывалась о том, что время пересаживать все-таки пришло спустя 2,5 года. Она у меня, кстати, цвела и потрясающе цвела. Я влюбилась в ее аромат. Честно скажу, он просто шикарный, обалденный аромат. Вот сладкий такой вот, витает здесь в комнате, когда ты возишься. Кстати, смотрите, корни пошли даже от предыдущей бульбы расти. Вот теперь мне надо еще вот это аккуратно достать, вот так. Все, это нам не нужно. Смотрите, я покажу сейчас. И вот сейчас покажу с другого ракурса эти корешки. Получается одна бульба, самая молодая, процветшая перед ней, которая цвела, тоже вот сейчас укореняется. Я хочу ее пересадить вот в таком вот сухом состоянии, не буду поливать ничего. Посмотрите, вот через дренажное отверстие куча корней проросло. Они все хорошие, они все плотные. Вообще, ну, хорошие корни и все сейчас вот, да, они как раз находятся в стадии роста. Даже не знаю, как я буду вытягивать ее из горшка, потому что, ну, вполне вероятно, я могу повредить вот эти корни. Потому что их здесь просто, ну, очень много. Вот, процесс двинулся, да, и сейчас буду как-то продолжать потихоньку ее вытягивать. Вот здесь мне пришлось в дне сделать небольшое такое вот отверстие побольше, чтобы корни лучше вышли из горшка. Так вот, я наконец-таки вытащила. Наверное, минут пять я его здесь крутила, вертела. Смотрите, какие у нас корешки. И что самое главное, они вот везде сейчас идут в рост. Вот, прям замечательно, а смокот тут немножко раздавила. В общем, в целом у нас вот корни. Какие красивые, смотрите. Вот так нравится мне, в раз. Хотя они растут вроде бы в прозрачных горшках, но все равно. Так, надо посмотреть, я тут ничего не поломала. Вот, знаете, так тащила. Ну, чуть-чуть вот этот вот рост я надломила. Думаю, что должно все быть окей. Сейчас я его так тревожить не буду, то вроде как все хорошо будет. Ну, вот они наши корни. Да, такой вот горшок. Я даже не знаю, как буду сажать. Я хотела, знаете, горшок взять практически такой же, как здесь был. Даже не знаю. Может быть, сейчас чуть-чуть вот разобрать вот эту часть корней. Здесь-то у нас бульк нету. Блин, а здесь тоже растут корни, смотрите. Сейчас покажу. Вот он, корень. Так. Вот, смотрите, вот корень. И вот у него пошел корень. Так, ну как бы мне это все... Вот они и тут у нас корешки пошли хорошо. Ладно, все, что я сделаю, максимально я сейчас подопру к краю горшка, насколько смогу это сделать. И остальное пространство я заполню субстратом. А горшок я возьму, быть может, даже и побольше. Итак, про горшки. Ну, вот этот поменьше. Этого единственное, что я еще не примеряла, в кашпо войдет ли он в кашпо. Это очень важно, потому что, как я сказала, орхидея очень большая и тяжелая. А он войдет, и даже пространство останется, ну и замечательно. Вот, скорее всего, такое положение. Максимально я хочу туда, чтобы здесь было куда расти вот этому початку корней. Вот так. Больше не могу, к сожалению, впихнуть, потому что здесь вот этот вот бугорок у нас идет, но корни я все хочу оставить. Короче, вот так засунем в ведро. Моего конга. И будет он так теперь. И как раз на случай пересадки вот как раз-таки котлей крупных в большие горшки у меня есть вот такая вот крупная кора. Очень мне она нравится. Вот какие-то прям очень большие я поломала. Но в среднем вот такая вот фракция коры. Я буду ее использовать вот первый раз. Она какая-то такая не сильно влагозадерживающая. Во всяком случае, мне такое кажется. Вот какие-то я даже не ломала. Там также добавлю еще полный стекла и крупные кусочки древесного угля. Ну и еще пенопласт сейчас обязательно возьму. Он мне обязательно придадут. Так. Вот с этой стороны я сейчас однозначно засуну побольше пенопласта. Здесь основание все-таки резомое. Хуже от этого точно не будет. Так вот. Кора вот это что нужно. Это я, кстати, покупала в нашей краснодарской группе. Она, по-моему, русского производства. Это кора. И что-то стоит не так уж и дорого. Роста 2 еще можно будет вырастить в этот горшок, крутя ее, вертя. Думаю, все отлично будет. Но вот здесь я сейчас поставлю вот эти бортики пластиковые. Они мне сгодятся. Я вам скажу почему. Потому что сейчас вот корни только начинают свой рост. И мне важно, чтобы они все были в горшке. Я ее оставлю вот так в покое. Сейчас только с вами мох. Мох, мох, мох нужно будет мне проложить. Я сейчас на примере вот этого корешка покажу. У меня здесь есть мох, который я сегодня уже размачивала. Так. Я возьму... Так, сначала, наверное, положу мох. Потом уже уберу вот так вот аккуратненько. Обматываю новый корешок мхом. И направляю его в субстрат. Чаще всего я... Надеваю на горшок прищепку в месте, где я направила корень, чтобы когда мох высохнет, корень не поднялся вверх. И чаще всего они уходят все равно в субстрат. Так. Тут у нас вот тоже новые корни. Не знаю, что... Покажу. Вот. Все пойдет в субстрат. В новые, в принципе, котле должна... Ну, относительно безболезненно. Насколько вы знаете, у котлей очень чувствительные к пересадке корни. Поэтому в этих условиях, ну, более-менее должно нормально перенести эту пересадку. Все равно травмы есть. Какие-никакие есть. Сейчас добавлю еще вот так до конца мох. И все. Оставлю ее так в покое на деньков так пять, а то и больше. Но все равно там еще влажная. Сейчас лучше ее просушить как следует. Вы знаете, что я даю хорошую просушку после пересадки орхидеям, чтобы лишний раз проблем там не было. Сейчас у нас получается еще не весна, но у нас такая грань тонкая между весной и летом. Поэтому, в принципе, в феврале, я смотрю, я часто какие-то пересадки начинала уже в феврале месяце. Но в нашем южном регионе вполне комфортно орхидеи успевают адаптироваться и нарастить корневую до жары. Потому что потом наступит жара и растения в жару плохо растят корневую, усиленно испаряют влагу. Поэтому, в принципе, сейчас середина февраля, самое время, когда я ее, получается, пересадила. Будет она у нас теперь укореняться. Посмотрим, когда укоренится, к какому моменту. Даже вот любопытно, успею ли я, так сказать, оптимально ее, чтобы она не шаталась в этом кашпо. И вот так вот мы поедем назад на подоконник, потому что такую лошадь мне держать больше негде. Но, повторюсь, она того стоит, потому что аромат у этих цветов сногсшибательный. Это мой аромат, 100%. И, к тому же, вот удачно я пересаживаю, не люблю массовые пересадки. Когда я много пересадила, слишком большой досмотр за ними после пересадки. Поэтому вот порционно так вот по чуть-чуть я пересаживаю поэтапно, там через недельку ищу кого-нибудь, там по чуть-чуть пересадки. Потому что еще весной придут новые растения, и они будут тоже требовать своего ухода. Плюс у меня еще сейчас обработка от насекомых идет. В общем, вот такая моя получилась пересадочка. Вполне вероятно, что вот этот рост я все-таки поломала, мне так кажется. Но ничего, у него будут почки еще внизу тут остались. Если захочет, пойдет расти. Конечно, с процесса съемки этого видео прошло уже очень много времени. Опять у меня получится такая вот пересадка и, соответственно, последующая адаптация после этой пересадки. Потому что она все равно есть у растения. Конечно, оно худеет в бульбах, наращивает корни, осваивает новый горшок. Вот смотрите, 15 февраля 21-го я ее пересаживала вместе с вами, о чем снимала видеоролик. А сегодня уже у нас 22 июля этого же года. То есть, получается, у нас прошло порядка 5 месяцев. Правильно? Март, апрель, май, июнь, июль. Да, 5 месяцев. Что мы имеем за эти 5 месяцев? Бульбы за это время сдувались. Как я вам показывала, у нее были 2 роста вот здесь. Давайте посмотрим их ближе. Смотрите, вот он этот рост. Он такой вот недорост и вырос. Здесь тем, что, скорее всего, я ее пересадила. Ровно как и этот. Он очень маленький остался. Но у растения было желание развиваться в нескольких, видимо, направлениях. Продолжил он свое развитие, но все равно раздвоилось. Дала 2 роста. Уже, конечно, которые хорошо укоренились. Мы с вами сейчас посмотрим, что у нас тут по корням. Вот они уже в этом огромном горшке. Отлично вот освоили субстраты. Хотя тут еще есть, конечно, куда расти. Определенно она очень тяжелая. Хотя уже, может быть, ее можно и поливать. Но все равно она очень-очень тяжелая. Даже такая в сухом состоянии. Так, вот я ее подпираю таким образом пенопластом, чтобы она вообще никак не шаталась в этом стеклянном кашпу, в котором стоит, в котором, бывает, я проливаю и стекает влага вниз. Потом проходит так несколько проливов. Я перехожу на замачивание. Смотрите, какие шикарные новые росты видала. Двулистные. Этот тоже двулистный. Здесь, по-моему, растет второй листик. Да, это не чехол. Хотя нет. Нет, все-таки это листик растет у нее здесь. Не чехол, это лист. Здесь тоже у нас два листа. И внутри уже есть чехол. Вот он, чехол внутри. Виднеется. Я думаю, что она процветет с него обязательно. Хотя, конечно, мы все знаем, что это не гарант цветения. Вот это все-таки лист. Чуть позже покажется и чехол. Обожаю эту котлею. Она цветет такими крупными, вообще яркими цветами. И, главное, аромат. Он мне очень нравится. Вот прям идеальный аромат для меня. И по интенсивности, и по самому непосредственно аромату. Ну, как вы понимаете, котлея просто гигантская. Нужно быть готовым к тому, что она займет огромное количество места. Но я ни капли не жалею, что она у меня есть. Расставаться не хочу, не планирую. И она меня полностью устраивает. Ну, в общем-то, если вам нравится в сети цветение ее, или то, которое я вам показала, то будьте готовы к тому, что она гигант. И этот гигант потребует огромное количество места. Вот так этот слоненок у меня размещается на подоконнике, потому что она такой вот, что она на полку даже не влезет. Ну, конечно, притянена, но это для понимания размеров этого растения. Ну и все. На этом я буду закругляться. Надеюсь, вам понравился мой видеоролик. Благодарю вас за обратную связь, за комментарии. Всего вам доброго. Пока-пока.